ТЕАТРА РОССИИ ТЕАТРА РОССИ 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 Здесь какие сложности у вас в вашей роли, в вашего персонажа? Здесь сложности, я думаю, что тут вокальная нагрузка сильная. Еще технически здесь, мне кажется, намного сложнее, потому что очень много мелких нюансов. Мелких нюансов, которые ты должен на сцене быстро сориентироваться, поставить определенные предметы в определенные места. Очень много мелочей, о которых ты не имеешь права просто забыть, потому что может просто остановиться спектакль и все. В настоящее время в Театре России ведутся работы по техническому переоснащению сцены для адаптации пространства под мюзикл «Красавица и чудовище». Поэтому репетиции проходят на выездной площадке. Мы заглянули в павильон, где трупа мюзикла работала над номером Гастона. Технически сложная хореография требует от артистов пристального внимания к каждой детали. Одно неосторожное движение и тяжелая железная кружка может легко угодить прямо в лоб. Одно неосторожное движение и трупа мюзикла работала над номером Гастона. Репетиционная база мюзикла раскинулась на три площадки – вокал, хореография и актерское мастерство. Режиссер Майкл Хэтсман работает над подстановкой номера, в котором Морис оказывается в заколдованном замке. «Кто-нибудь?» «Давай!» «Я бы говорил тебе нельзя пропускать!» «Пошли, пожалуйста, поставьте уголку!» «Здесь есть кто-нибудь?» «Если вас не заметят, может быть, уберемся сам!» «Мы все это провожаем!» «Я вас слышал!» «Здесь тут и есть!» «Прошу вас покажите, чтоб я мог вас поблагодарить!» «Здравствуйте, ой!» «Вы понимаете?» «И у вас есть настоящий выражение у вас на первуюю сеть!» «О, да!» «Рынкий выражение у вас на первой сетью!» «Но, которые просто взяли меня Això!» «Что вы сейчас называете?» «У вас выясняющие люди!» «Мы самые удивители!» Вы всегда лучшие, самые высокотехнологичные качества. Сама! Я никакой не гад! Эта постановка была уже в 13 странах. И если взять первоначальную историю «Ля Бе Ля Бет», то в ней можно увидеть и темные стороны. В московской версии мы делаем большой акцент на романтическую историю. Это история о силе любви. Зен! И-бей! Сейчас я жужжу, я тебя не боюсь, что у вас есть посуды, я сломаю. Что я могу сделать? Сказать, что он скрывает, а вертолель и я не против. Что посменно не отслушится? Все предали я! О, Борис! Что ты делаешь с танца? Я как вас служу, смешу! Тебе сюда не звали, я сейчас жду! Сколько времени надо, чтобы поставить весь мюзикл от и до? В Москве у нас такой график. Пять недель мы репетируем здесь, в этом пространстве. Потом переезжаем в Театр России. Там уже начинаются технические прогоны с декорациями, в костюмах, в гриме, в париках. Это еще недели две. У вас такая идет непрерывная репетиция. За два месяца вы ставите шоу величайшего уровня у нас здесь в Москве на площадке в России. Да, это прекрасно. С такими профессионалами это возможно. Хочется у вас узнать, какой исполнитель на главной роли. Как проходят ваши репетиции и сложен ли это процесс? Да, это безусловно сложный процесс очень, потому что одновременно приходится совмещать очень много вещей. Занятие вокалом, занятие танцами. И все это нужно вложить в одну роль. Нужно найти тот голос чудовища, которым он разговаривает, чтобы он не отличался от вокального голоса. Что вам нужно? Чудовище! Вы уже пробовали грим на себе? Грима еще нет, к сожалению. А может быть к счастью. Еще предстоит долгий процесс. Вы проходили пробы и кастинг на роль чудовища. Какой был главный критерий отбора? Если честно, я не знаю, какой главный критерий отбора был. Я вообще изначально приходил на прослушивание «Призрака оперы». И мне сказали «Единое чудовище». Дали ноты, и я пришел. И вот я здесь. Роль Мориса не первая. Ваша роль, которую вы играете в компании Stage Entertainment. Есть ли какие-то сложности в данной постановке для вас, как для такого же актера, который не первый раз сталкивается с подобными мюзиклами? Сложности в любой работе есть, в актерской особенности, если подходить к этому серьезно. Копаться в роли, пытаться понять ее в глубину, искать всякие нюансы – это непросто. Нас просто разводят по мизансценам, говорят, что где, куда нужно отвернуться. Это не всегда удобно, потому что это не твое, это не тобой придумано, привнесено. Это должен как-то отстроиться, понять почему, потом это впустить в свое тело, чтобы оно привыкло, потом это вошло в мысль, и тогда это становится органичным и интересным. Изначально, да, проходите ли вы кастинги? Или вы просто так переходите плавно из одного мюзикла в другой? Или для вас, в принципе, это то же самое, что человеку с улицы попасть в новый мюзикл? Ну, конечно, мы готовимся, потому что, ну вот если как бы в историю взглянуть, да, раньше у меня были роли, я давно тоже играл «Чудовище», и «Миссия Марака» играл, это совершенно другие, здесь, в этой постановке. А в этот раз вы пробовались именно на роль Марисы или нет? Ну, в общем-то, предположительно, да, потому что, ну, «Чудовище» я уже… Все другие роли сыграны. А? Все другие роли сыграны. А не сыграны, а часть, просто по возрасту я уже не подхожу под эти возрастные рамки. Несмотря на то, что репетиции проходят вне стен Театра России, на выездной площадке имеется свой костюмерный и гримерный цех. Артисты постепенно привыкают к тяжелым костюмам, порой неудобной и громоздкой обуви, объемным парикам и многочисленному реквизиту. Изначально актеры репетируют в той обуви, которая полагается им для роли. Как правило, это высокие каблуки, платформы, тяжелые сапоги. Постепенно образ дополняется деталями костюма – плащи, жилеты, головные уборы. Как только артист начинает себя свободно чувствовать в предлагаемых обстоятельствах в том костюме, который полагается ему для роли, образ сразу же дополняют париком, гримом и реквизитом. Внешний вид актера мюзикла на последних репетициях ничем не будет отличаться от их образа на премьерных спектаклях. По времени сколько занимает грим, макияж, да, и надеть парик – это тоже не быстро. Сам грим занимает у чудовища около часа, потому что там у него накладки на лице, то есть там нос, подбородок, щеки, все накладывается из силикона. А как быстро все это снимается, когда чудовище становится человеком? Быстро, быстро. Снимается быстрее, чем одевается. Вот рога из папье-маше, голова и борода из человеческих волос. Все это прикрепляется к актеру шпильцами. Прошу прощения, тут вот это вшитое, это как-то снимается или это просто образец? Нет, сеточка вот так вот обрезается потом и с этой сеточкой прилепляется на актера. Только что программа «Территория стайла» рассказала и показала вам все самое интересное, что происходит по ту сторону сцены. Совсем скоро крупнейшая театральная компания «Стейдж Интертеймент» представит столичной публике величайшую историю любви к красавице и чудовище. Так что до встречи на премьере!